Салам алейкум, достойным Тумсо. Я сам из Баку, живу сейчас в Австрии. Тут даже те, кто называют себя ичкирийцами, тебя на дух не переносят. Как думаешь, в чём причина этого? Ва алейкум ассалам. Я даже знаю, про кого ты говоришь, про каких ичкирийцев ты говоришь. И то, что они меня на дух не переносят, это хорошая рекомендация меня. Было бы плохо, если бы они меня любили. Между ими и мной должна быть вражда, иначе быть не может. Это люди, которые в своё время бросили своего президента, которого они сегодня так любят честовать. Бросили его на поле боя, дезертировали оттуда. Приехали сюда, и здесь теперь продолжают работать против чеченцев, строить козни. Поэтому такие люди, я не вижу никакой разницы между ними и кадыровцами. Для меня это одни и те же братья, понимаете, те же самые яйца, только вид сбоку. Они занимаются одной и той же деятельностью. Они вредят чеченскому народу. Те это делают по-своему, эти делают по-своему. Те сдавали нас российским спецслужбам, это были стукачи. И они говорили правду. Даже они как бы уровнем выше этих, вы понимаете. Потому что те говорили правду. Они говорили, такой-то является воином. Он, значит, член сопротивления чеченского. И российские спецслужбы забирали, казнили или там сажали такого человека. Но они не обманывали. Они говорили правду. Да, вот этот вот является членом. Или он помогает там, например, нашим вооружённым силам. Это была правда. Эти же здесь говорят неправду. Эти здесь клевещат на наш народ. Они придумывают то, чего нет. Они придумывают, что мы здесь промышляем какими-то там экстремистскими организациями. Что мы там чуть ли антисемиты. И что только про нас не пишут. И всё это передают европейским правоохранительным органам. И у меня есть доказательства. Я бы голословно не обвинял. Я как раз-таки неподобен им. Это они обвиняют голословно, что я работаю на ФСБ, на ГРУ, на кого угодно. Я не говорю, что они работают на ФСБ или на ГРУ. Мне плевать, на кого они работают. Я говорю, что они занимаются тем же самым, чем занимается Кадыров. Они вредят нашему народу. И это не голословно. У меня есть доказательства, которые я, иншаллах, обнародую, как только придёт время. И их односельчане, их родственники, они будут знать, чем занимались эти люди. И те, кто будут жить после нас, наши потомки, они будут знать, чем занимались предки потомков этих людей. Один очкириц одно говорит, второй другое. Анзор про одно, ты про другое. Вы уж как-нибудь договоритесь там между собой, наконец, хаббарт башут. Хаббарт хулила, да, сосламбяки. Мы не собираемся договариваться. Что у вас за непонятные убеждения? Неужели вы думаете, что люди, если они, допустим, на чём-то одном они сходятся, неужели вы думаете, что всё теперь, между ними должны быть все разногласия исчерпаны? Нет, так не бывает. Есть те люди, да, есть те, кто себя выдаёт за сторонников Ичкерии. Я их называю псевдо-ичкирийцами, потому что я не считаю их искренними, я не считаю их реальными ичкирийцами, реальными последователями той идеи, приверженцами нашей свободы, нашей независимости. Я их не считаю, потому что то, чем они занимаются, это противоречит в корне этой идеи. Они наоборот вредят этой идее. Я вижу, что они лицемеры. Поэтому с такими людьми не может быть никаких бород. Если бы я с такими людьми мог объединяться, я бы с Кадыровым легко объединился. Тогда, в принципе, и он так же рукопожатная персона, как и они. Для тех, для кого они рукопожатные, он тоже должен быть рукопожатным. Нет, конечно, не будет никакого объединения с лицемерами. Отзор, но воду, может, они прошли, но далеко не медные трубы и огонь. Но они имеют наглость лить понос на тех, кто как раз прошел огонь, воду и трубы в основном посмертно. Машаллах, как ты хорошо этот коммент написал. Это я так понял, он как раз говорит про тех самых псевдо-ичкирийцев. В том-то и как раз-таки наше разногласие в корне с этими людьми. Потому что они имеют наглость оправдать, допустим, таких как Шаатурлаев. Открыто сидят и оправдывают его. Находят, представляете, находят ему оправдание. Говоря, что вот он попал в плен, там был ранен. Бла-бла-бла, там принужден и все такое. Находят ему оправдание, но при этом Умарова, Докку и других тех, кто отдал свои жизни, сражаясь. Да, да, у них были ошибки, я тоже там не согласен с их какими-то решениями. Но, субханаллах, они жизни свои отдали. Этих людей они называют ФСБшниками, работниками российских спецслужб. Вы представляете, как можно с такими людьми иметь вообще что-то общее? Оправдать явного российского агента, кто сегодня работает на Россию и в интересах России организовывает убийства здесь, в Европе. Членов, кстати, сопротивления чеченского или блогеров, или любых общественных деятелей, которые смеют выражать какую-то критику в адрес этой российской власти. Организовывают их убийства, этих людей они им находят оправдание. Но не находят оправдание Докке Умарову. Называют его агентом российских спецслужб. Я тоже не согласен во многом с ним. Я тоже многие вещи из его решений критикую. Но это человек, который отдал свою жизнь, не выходя из этого леса. И вместо того, чтобы сегодня его называть ФСБшником, надо было поехать туда и там исправить его. Вместе с ним сражаться против оккупации и исправить его. Они не сидят здесь в теплых квартирах и называют его российским агентом российских спецслужб. Про каких именно чрицов ты говоришь? Можешь назвать имена, чтобы мы разобрались в этой ситуации и сделали для себя выводы? Их много там, этих людей. Одним из таких, например, является Хусейн Исханов, проживающий в Австрии. И многие люди, которые входят в этот клуб, все эти люди попадают под то, о чем я говорил, в разной степени. Не все одинаково. Кто-то выделился в одном, то, что доносительством, даже не доносительством, это доносительством было бы, если бы они говорили бы правду. А это не доносительство, а клевета. Клевета на чеченский народ. Кто-то занимается вот этой клеветой, пишет эти писульки правоохранительных органов европейских стран. Кто-то занимается полностью дискредитацией самого движения. Кто-то, например, позволяет себе такие высказывания, что мы вообще, нам свобода не нужна была. Есть такие высказывания. Кто-то открыто критикует наши там какие-то действия наших лидеров, да, где они могли. Даже если они ошибались, я не против того, чтобы если они где-то ошиблись, чтобы выражали им критику. Но называть их работниками российских спецслужб, при этом оправдывая явных работников российских спецслужб, это уже противоречие в убеждении, в корне.